В секцию по бадминтону Арсения Ткачева привела мама около года назад. За это время мальчик принял участие в весеннем первенстве и стал третьим. Тогда Арсений поставил перед собой цель, что на следующих соревнованиях получит золотую медаль и поедет защищать честь нашего города в Нижний Новгород. К зимнему первенству по бадминтону он готовился несколько месяцев. Победить соперников в этом году, по его мнению, будет непросто. Понадобится максимум усилий. Соперники, с которыми я буду играть, я уже знаю, что они больше. Гораздо все усилия надо прикладывать. Использовать различные приемы, при которых можно сказать точно, что баланч сложно отбить. Можно его спустить так, чтобы он ровно по сетке прошелся. У каждого спортсмена на первенстве своя тактика и свой подход к игре. Лиза Волкова привыкла считать все шаги соперника наперед. Именно эта тактика помогает ей выигрывать партии в бадминтоне. Каждый раз, выходя на поле, она уже знает, какие приемы будет использовать. Самое сложное – это откидка. Это когда ты подходишь к сетке, и тебе делают скидку, то есть на сетку. Вот, и ты должен отбить и далеко. Самая задняя линия – это сено сложно. В первенстве города принимали участие более 30 детей. Их разделили на две возрастные группы – 8-9 и 10-12 лет. Соревнования проходили по круговой системе. Каждому участнику предстояло сыграть друг с другом одну игру. Каждое соревнование для ребят – это определенный опыт, как в психологическом, так и в физическом, и в технико-тактическом плане. Поэтому соревнования им просто необходимы для того, чтобы они росли и развивались в своем виде спорта. Посмотреть результаты городского первенства по бадминтону можно на сайте молодежного центра. Ирина Вышегородцева, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.